Едва закончились праздники, как зимнюю красавицу выставляют на улицу. Хотя претензий к ней нет. Посмотрите, хвоя еще не осыпается. Таких одиноких и брошенных у подъездов с каждым днем все больше. В общей куче больше ненужным деревьям не скучно, да и не нужны они только хозяевам. В последние годы общественники призывают не выбрасывать хвойные деревья сохнуть на улице, а дарить им вторую жизнь, утилизировать на корм животным. Для того, чтобы деревья дошли до зверей, в Барнауле действует акция «Елки-палки». Мы более 600 елок, точная цифра 640, передали в приют «Ласка», также в конно-спортивный клуб «Тандем», на Страусинное ранчо и Алтайский центр ипотерапии. Хвоя для зверей – настоящее лакомство. Ее с удовольствием едят копытные лоси, олени, козы, лошади, не брезгуют даже верблюды. Специалисты подчеркивают – хвоя укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение животных. В городе уже действует несколько точек сбора акции «Елки-палки». Одна из таких – на парковке крупной сети стройматериалов, а также на территории пяти управляющих компаний ТСЖ. Все адреса вы можете посмотреть в группе социальных сетей «Мусора больше нет Барнаул». А елки, не подходящие под корм, отправят на переработку и производство МДФ-плит. Кстати, по словам организаторов, в последние годы мода на натуральную елку падает, а вот искусственные выходят в тренд. Если раньше после праздника в Барнауле собирали по 100 тысяч елок, то сейчас в пять раз меньше. Я могу здесь сказать, что это хорошо, если искусственная елка используется 20-30 лет. Если искусственную елку менять каждые пять лет, либо каждый год, к сожалению, она наносит не меньше экологический ущерб, чем срубленная настоящая елка. Поэтому, если у вас есть искусственная елка, пожалуйста, пользуйтесь ехать как можно дольше. Так праздники не навредят природе, считают организаторы акции. Продлится она до 24 января включительно. Все это время все желающие могут принести свои деревья в пункты сбора и позволить елочкам принести пользу, а не собирать на себе уличный мусор. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.